Тагильчанка Вкус к жизни через страницы. Сегодня Всемирный день школьных библиотек. Пользуются ли популярностью книго-хранилища? И что читают тагильские школьники? Вкус к жизни через страницы. Всего прямо в меня на мою сторону выехал. Я стал уходить на обочину, но он меня ударил в левый бок. Уйти туда раззади идущая Тойота не смогла. В результате лобового столкновения в машине погибли водитель и все пассажиры. Трое взрослых и ребенок. Как отмечают в ГИБДД, пятилетний мальчик ехал без специального удерживающего устройства. В салоне пристегнут был только один человек. Пассажиры КИА, вылетевшие на встречную полосу, с многочисленными травмами, госпитализированы. Еще одно дорожно-транспортное происшествие, но уже на Гальянке. Мужчина, переходившего дорогу в неположенном месте, насмерть сбила Лада Калина. Заклеймить пьющих водителей. Депутаты Госдумы разработали несколько десятков предложений, как наказать автолюбителей за езду в нетрезвом виде. Среди них радикальные методы борьбы. Штамп в паспорт, прокол прав, спецметка на номерной знак и даже клеймо на руку в виде буквы «П», означающая пьяницу. Предложения уже направлены премьеру Дмитрию Медведеву. О том, какими еще способами можно наказать пьющих водителей, наши корреспонденты узнали у тагильчан. Ну, краска обливать. Желтым цветом. Можно на правах какой-нибудь этот поставить. Знаете, раньше дыроколом проказывали, сейчас какой-нибудь индикатор можно. Сажать всех надо. В наше время, когда распространено такое явление, как социальные сети, интернет, можно тоже через это как-то воздействовать на водителей, чтобы общественность видела, узнавала их, знала в лицо как бы. Еще больше страха должно быть, чтобы они точно знали, что и так не обойдется. Ну, не знаю, наклейка на стекло, наклейка. Ну, там с надписью «Пьяный за родом» и, соответственно, со слизывающим рисунком. Очистить карму за 75 тысяч рублей. Потомственную целительницу задержали сотрудники правоохранительных органов. В прошлом году цыганка обманным путем выманила деньги у тагильчанки. Потерпевшая Селихова работает на привокзальном рынке в торговом павильоне. Обвиняемая Богданова подошла к ней, сказала, что на ней лежит порча. Она пригласила ее на квартиру, которую она предварительно сняла. Обряд очищения проводился с помощью куриных яиц. Однако, чтобы завершить процесс, их оказалось недостаточно. Цыганка попросила круглую сумму денег. Их женщина с плохой кармой целительница дала, взяв кредит в банке. Задержать мошенницу удалось накануне в Екатеринбурге. Следователи уверены, это не единственное преступление псевдоколдуньи. Тагильчан, которые попались на уловку мошенницы, просят обратиться в Нижне-Тагильское управление МВД по телефону, который вы видите на экране. Вечный огонь не вечен. Символ Великой Победы превратился в мусорный бак. Нерадивые тагильчане складируют пищевые и бытовые отходы прямо в воронку вечного огня на площади Славы. Возможно ли бороться с нарушителями, расскажут наши коллеги со студии подготовки программ Уралвагонзавода. Уралвагонзавод завершил реконструкцию на площади Славы. Но обновленные коммуникации для вечного огня автоматически прекращают подачу газа, когда в опасной близости посторонние предметы. Оборона от шампанского, чипсов и прочего велась всю первую неделю после запуска. Только за это время специалисты Уралвагонзавода четыре раза чистили и вновь запускали вечный огонь. Его вновь потушил мусор. И сломали уже огонь. Тут с летом строители столько трудились. Весь свой труд испортили эти люди. А кто здесь катается-то? Всякие там спортивные люди. И которые хотят показаться крутыми, но на самом деле они этого не добьются, потому что они портят наоборот. Следы от скейтбордов и велосипедов, а также от молодежных тусовок остаются не только на гранитных плитах. Нам больно видеть такое безобразие, говорят ветераны и просто неравнодушные люди. Как избавить площадь славы от вандализма, обсуждали и депутаты городской думы. Обращались уже и к главе города, обращались уже и в правоохранительные органы, для того, чтобы здесь все-таки эта ситуация контролировалась милицией, для того, чтобы здесь пост периодически появлялся. Но этот вопрос все равно не решить, потому что круглосуточный пост здесь не поставят. И как возможный вариант решения этого вопроса, я предложил руководству Уралвагонзавода, и это в принципе принято очень благожелательно и положительно, заключить договор с медомственной охраной, которая будет наблюдать, здесь есть видеокамеры школы и наши внешкольные учреждения должны все-таки детей настраивать на то, что не только вот этими какими-то превентивными и пресекательными методами должны этот вопрос решать, и должно быть все-таки доноситься до сознания наших детей о том, что это свято, и о том, что это должно быть свято еще на многие-многие годы, и не забываться о том, для чего это создано и кем. Еще один выход – строительство площадки для скейтборда. Уралвагонзавод строит ее в парке Дворца культуры имени Окунева. Юные любители экстремальных видов спорта, не оскверняя память своих прадедов, смогут на ней, а не на постаментах, осваивать крутые виражи. Доступ будет свободным, а оснащение – сертифицированным. За основу взят проект одной из московских фирм. Завершить работы планируют в ноябре. Организованный досуг молодежи – это тоже решение проблемы, у которой так много корней. Воспитать 27 детей – подвиг достойной награды. Накануне в Москве отметили многодетную мать из Нижнего Тагила Людмилу Бронникову. Ей вручили международную премию благородному родительству «Благодарное детство». Как жить огромной семьей – узнал Александр Мешков. Семья Бронниковых очень дружная и по дому работают все. У Оли скоро соревнования по баскетболу, но от дежурства она не отлынивает. Мы маме очень часто помогаем, потому что у нее там свидетельство еще есть. Вообще мы дежурим по дежурству, потому что много детей, и иногда путаешься, кто за кем идет, как по очереди. Помощников в семье немало. За 25 лет совместной жизни Людмила и Михаил воспитали 27 детей. Из них пятеро родных, семь усыновленных и 15 приемных, взятых под опеку из детских домов. Взрослые дети уже живут отдельно, а в доме с Бронниковыми сейчас 8 мальчиков и девочек. А папа у нас в деревне, у нас там строительство идет. Вот он там подготовку делает, а потом старшие приезжают. В выходной день младшие приезжают туда и помогают им. Отец семейства, Михаил Бронников, работал водителем-испытателем боевой техники на ООЗ. Сейчас они с женой на пенсии, с финансами помогает государство. Выделяют 6200 рублей в месяц на каждого ребенка. И старшие дети родителей не бросают. Тяжело, наверное, как говорят, с одним ребенком. У нас одного ребенка никогда не было, сразу двое, потом трое, четверо, пятеро пошло. Поэтому как бы оно втягиваешься и нормально. Ну как, естественно, где-то устаешь, где-то все, но не до такой степени, чтобы сказать, зачем я это сделала. За свой семейно-воспитательный подвиг Людмила имеет много наград. Медали Ордена Материнской Славы, Орден Мать-Героиня, а теперь и Международную премию благородному родительству «Благодарное детство». Ее она получила накануне в Москве. Расширять семью Бронниковы больше не планируют. Зато сейчас они воспитывают не только детей, но и внуков, а также консультируют молодые семьи по вопросам опекунства. Александр Мешков, Игорь Харьков, Анатолий Тютин. Новости Тагил-ТВ. Вкус к жизни через страницы. Книгохранилище школ сегодня в особом почете. Весь мир отмечает День школьных библиотек. Пользуются ли популярностью они и что читают тагильские школьники? В сердце 18-й гимназии заглянула Елена Терехова. А тебе книжка нужна? Мне про легкую атлетику. Какие там есть упражнения легкой атлетики? Зачем мне нужна легкая атлетика? У пятиклассниц Насти и Вероники на носу урок физкультуры. Доклад по легкой и тяжелой атлетике нужно приготовить к завтрашнему дню. Тратить время на поиск информации в интернете не любят. Знают лучше любого гугла. Библиотекарь Наталья Приходько выберет самую подходящую книгу. Я очень часто общаюсь в библиотеку. Она мне очень нравится. Тут очень интересные книжки. Или просто прихожу, чтобы домашние тут сделать. Библиотека пустеет лишь во время уроков. На переменах ученики выстраиваются здесь в очередь. В основном за литературой в помощь к учебным предметам. Художественным произведениям на полках книгохранилища приходится простаивать чаще. В этом году у меня детей больше. Если сравнивать сентябрь-октябрь, я не знаю, чем это связано, честно говорю. Не связано, но детей больше приходит. Но, во-первых, они обязательно сейчас читают всю программу литературы. Все, что задается, это практически идет в весь класс. Учительница им сказала, что с завтрашнего дня все тексты Евгения Онегина и Пушкина должны быть в классе. Все дети, 20 человек, но они пришли все. Книгохранилище 18-й гимназии. Учебников и художественной литературы так много, что они едва помещаются на полках. Пополняются не только из федеральной программы, но и благодаря самим гимназистам, которые из домашних библиотек приносят книги. Литературе здесь счет не ведут. Без того, говорят, с книжным богатством 18-й ни одна школа города не сравнится. Два года назад фонд учебного заведения значительно пополнился. Соединили библиотеки 19-й школы и 18-й гимназии. И вот теперь отремонтированная и обновленная она с достоинством хранит накопленные книжки. Рэй Брэдбери сказал, нет никакой пользы идти в школу, если вашей конечной целью не является библиотека. Елена Терехова, Павел Охотников, Анатолий Тютин. Новости Тагил-ТВ. Веселье по-немецки. Октоберфест. Выходные прошел в нашем городе. Фестиваль устроил культурно-просветительский центр немцев. Нас объединяет, наверное, язык, нас объединяет память, что мы частичка вот такого народа. И вот объединяет те традиции, те характерные черты немецкого характера, о которых многие другие националисты просто мечтают. Главная цель – это общение немцев, потому что для российских немцев, откровенно говоря, нет языкового общения. Поэтому такие вот мероприятия мы стараемся проводить больше, чтобы люди могли пообщаться. В Тагиле порядка 17 тысяч немцев. 5 тысяч из них посещают культурно-просветительский центр. О празднике Октоберфест, как сами говорят, никогда не забывают. Ежегодно собираются узким кругом. В этот раз решили не только выйти за пределы центра, но и пригласили на значимую дату гостей из близлежащих городов и сел в городской дворец детского и юношеского творчества. Если зритель не идет в театр, театр сам идет к нему. Актеры молодежного сменили сцену на спортивный зал. Со спектаклем приехали к ученикам 65-й школы. Как Пашка Факир боролся с нечистой силой, наши корреспонденты расскажут. У нас там такое веселье, что вместе черт туда не сунется. У нас такого артиста, как ты сунешь. Такого артиста. Пашка Факир пытается перехитрить нечистую силу. Коварный злодей украл счастье и веселье у жителей деревни. Действие происходит среди баскетбольных корзин и шведских стенок. В спортивном зале артисты молодежного театра пытаются привить нравственные качества ученикам 65-й школы. Лучше это было бы, конечно, выехать в сам театр, посмотреть эту культуру и билеты, и гардероб, как развиваться в спорт. Но мы в это тоже играем. То есть мы вручили им билеты, оторвали контрольный билет, повесили везде по всей школе афиши. В общем, весь тот процесс, который это предполагает, мы это сделали. И школа у нас отдаленная, поэтому мы не выездные. Отменили единственный автобус, что связывал Сухоложский поселок с театром Новогонки. Поэтому артисты сами вооружились костюмами, декорациями и устроили театр в стенах 65-й. Спектакль в рамках игры «Я тагильчанин. Мир театра и кино города. Тема краеведческой игры». И отрадно вдвойне, что мы начинаем 20-й театральный сезон. Очень приятно сотрудничать со всеми теми школами, которые подают свои заявки, чтобы мы выезжали к ним в районы. А также замечательно у нас продолжается и крепнет год от года дружба со школами Дзержинского района. Объехали уже немало школ. В планах 23-е и 1-е. Для выездной игры специальных постановок не создавали. Тщательно готовятся к предстоящему проекту. Со сцены артисты поведают публике тайны за кулисья. На какие профессии богат театр зрители узнают в ноябре в стенах молодежного. Елена Терехова, Игорь Харьков, Анатолий Тютин. Новости Тагилтв. На этом моя часть выпуска завершена. Далее новости спорта. О них расскажет мой коллега Александр Сальников. Я напоминаю, вы можете стать с автором наших новостей. Если вы стали очевидцем уникального события или успели снять происходящее на видеокамеру, присылайте нам по электронному адресу www.tagildefistv.ru Раздел «Сообщи новость». Или звоните по телефону 4195-51. Всего доброго и до встречи.